в этой части мы продолжим с вами работу у нас готовы отдельные детали и мы теперь можем начинать сборку нужно обратить внимание что подошва должна быть на 2 сантиметра меньше чем сложенную пополам верхняя часть начинаем разлаживать наши детали на пяточку мы слаживаем пополам элемент связанный по первой схеме затем у нас будет два целых элемента и следующий элемент мы тоже сложим пополам скалываем его и у нас вот так будет расположен немножечко под углом теперь берем два элемента связаны по второй схеме они у нас вот располагаться вот так и один элемент мы сложим пополам и у нас он будет находиться вот в этом месте так будут расположены наши элементы теперь посмотрим как их нужно сшивать посмотрим как сшивать два элемента у нас ниточка осталось после вязки нашего элемента я ввожу иголочку следующую петельку и перехожу на противоположную сторону ввожу иголочку и перехожу на следующую сторону вот таким образом я сшиваю элементы друг с другом не выходим на следующую и подтягиваем перехожу на следующую сторону и возвращаюсь на следующий элемент вот таким образом мы сшиваем наши детали затем ниточку мы не обрезаем а переходим то место где нужно выполнить следующую сшивку мы сшили наши элементы между собой вот так у нас получилось и теперь нужно приступить к обвязки низу и верха нашего ботиночка начинаем обвязку нижней части разворачиваем мы отметили половиночку булавочками и начинаем с носочка ниточкой серого цвета крючок номер два вводим крючок в первую петелечку захватываем ниточку поднимаем и провязываем и теперь считаем 1 столбик без накидом 2 3 4 5 6 6 теперь накид провязываем полустолбик следующую петелечку накид и в следующую петелечку провязываем столбик с накидом 2 накида и следующий петельку провязываем столбик с двумя накидами а теперь провязываем 2 столбика двумя накидами с одной вершины выполняем 2 накида вводим крючок в следующую петельку провязываем 1 и 2 до конца не довязываем обратно 2 накида вводим крючок теперь уже противоположную сторону следующий элемент и провязываем 2 теперь захватываю ниточку и провязываем все петелечки на крючке переходим вязку следующего элемента 2 накида следующую петелечку провязываем столбик с двумя накидами накид 1 столбик с одним накидом накид и провязываем полустолбик следующую петелечку и дальше переходим вяжем столбики без накида считаем 1 2 3 4 5 6 6 7 8 теперь накид следующую петелечку провязываем полустолбик накид следующую петелечку провязываем столбик с накидом 2 накида следующая петелечку провязываем столбик с двумя накидами теперь будем провязывать 2 столбика двумя накидами с одной вершины 2 накида следующую петелечку Захватываем ниточку и провязываем 2 накида Не довязанный столбик Обратно 2 накида Переходим на другой элемент Вводим крючок в петельку Захватываем ниточку и провязываем столбик с двумя накидами Не закончены Теперь захватываем ниточку и провязываем через все петельки на крючке Дальше 2 накида В следующую петельку провязываем столбик с двумя накидами Накид, в следующую петельку столбик с одним накидом Накид, провязываем полустолбик И дальше вяжем столбики без накида 1, 2, 3 и 4 Мы выполнили одну сторону Точно так же обвязываем другую сторону Вот это Мы развернули и провязали верхнюю часть Как мы это делали? После поворота мы провязывали 6 столбиков без накида Полустолбик, столбик с накидом, столбик с двумя накидами Два столбика с двумя накидами с одной вершиной И обратно переходили Столбик с двумя накидами, столбик с одним накидом, полустолбик И дальше провязывали 8 столбиков без накида Потом обратно полустолбик, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, два столбика с двумя накидами с одной вершиной, столбик с двумя накидами, столбик с накидом, полустолбик и заканчивали провязывать к носочку, вязали 6 столбиков без накида. И соединительный замкнули наш ряд. Ниточку обрезали и вытянули. Вот наш носочек. Ниточку прячем на внутреннюю часть. Теперь нам нужно выполнить еще один ряд. Берем ниточку малинового цвета. Вводим крючок в петелечку, вытягиваем нашу ниточку. Одна воздушная подъема. И дальше весь ряд мы вяжем в столбики без накида. Вводим крючок в петелечку и провязываем столбик без накида. И так обвязываем, не стягиваем. Весь круговой ряд. И так дальше. Мы заканчиваем наш круговой ряд. Провязываем последние столбики без накида. Теперь вводим петлю подъема и соединительную заканчиваем работу. Ниточку обрезаем. И вытягиваем ее на изнаночную сторону. Мы обвязали нижнюю часть нашего сапожка. Мы начинаем обвязку верха нашего сапожка. Начинаем с задней стороны. От задничка. Ниточкой серого цвета вводим крючок в петелечку в крайнюю и поднимаем одну воздушную. И вяжем столбики без накида. Считаем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 Лавочек убираем. Дальше накид. Провязываем полустолбик. Накид. Следующую петелечку. Столбик с накидом. 2 накида. Следующую петелечку. Столбик с двумя накидами. Теперь провязываем 2 столбика с двумя накидами с одной вершиной. 2 накида. Вводим крючок в следующую петелечку этого элемента. И провязываем 2 накида. Остановились. Обратно 2 накида. Теперь вводим крючок в следующую петелечку. Уже на другом элементе. Вот здесь. И провязываем 2 накида. Теперь захватываем ниточку. Провязываем через все петелечки на крючке. Переходим на центральный элемент. 2 накида. Следующую петелечку. Провязываем столбик с двумя накидами. Накид. Столбик с одним накидом. Накид. Провязываем полустолбик. Разворачиваемся. Центральную убираем нашу булавочку. Вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, и 4. Разворачиваем работу. Теперь накид провязываем полустолбик. Накид. Провязываем столбик с накидом. 2 накида. Провязываем столбик с двумя накидами. 2 накида. И провязываем 2 столбика с двумя накидами с одной вершиной. 2 накида провязали. Восстанавливаемся. Обратно делаем 2 накида. Переходим на следующий элемент. Захватываем ниточку. Провязываем 2 накида. Захватываем нить и присоединяем все вместе. Петелечки на крючке. 2 накида. В следующую петелечку провязываем столбик с двумя накидами. Накид. Провязываем столбик с одним накидом. Накид. Провязываем полустолбик. И дальше до конца ряда вяжем полустолбики. 10 штучек у нас получается. 10 столбиков. Все, работу заканчиваем. Разворачиваем. И соединительную петелечку подъема. Ниточку обрезаем. Такой первый ряд обвязки у нас получился. Теперь начинаем второй ряд. Ниточкой малинового цвета вводим петелечку. Захватываем ниточку и вытягиваем наверх. Одна воздушная петелечка подъема. И дальше весь ряд вяжем столбики без накида. Вяжем спокойно, не стягивая, чтобы не подтянуть наш ряд. И так круговое. Мы заканчиваем наш ряд. Провязываем последние столбики без накида. И замыкаем. Вводим крючок в воздушную петелечку подъема. И соединительный замкнули наш ряд. Мы обвязали. И теперь обвязываем врачьим шагом. Воздушную петелечку подъема. И провязываем врачьим шагом. Так весь ряд. Мы обвязали верхний ряд врачьим шагом. И наша верхняя часть нашего сапожка готова. Теперь приступаем к выкройке внутренней части нашего сапожка. Из флиса мы будем вырезать внутреннюю часть. Слаживаем лицевой стороной вовнутрь. Используя выкройку выкраиваем две части нашего сапожка. И сшиваем с обоих сторон. Как сшивать я сейчас покажу. К счастью, у меня уже сшит. Вот две половиночки. Лицевая сторона внутри. Мы сшиваем обмёточным швом. Вводим иголочку. Ниточка за иголочкой. Такая петелечка у нас получается. Нужно в одну, можно в две ниточки, как вам удобно. Главное, чтобы было крепко. Отступим небольшое расстояние. Обратно вводим иголочку. Ниточка за работы у нас. И обратно выполняем такую петелечку. И так плотненько сшиваем две детали. Таким образом. Так выполняем до конца. Мы сшили две половиночки. Нижнюю часть подвернули на сантиметр. И простыми стежками большими прошли. И теперь будем влаживать нашу флисовую подкладку. Наш башмачок. Вот таким образом. Лицевая сторона флиса остается внутри. А швы вовнутрь. Накалываем носочек. И пяточку. Вот шов. И вот где-то серединочка наша здесь. И теперь равномерно распределяем боковые части. Вот так где-то на высоту. Чтобы наш последний край обвязки выглядывал. Ниточки нужно обрезать, запрятать. И с другой стороны точно так же. Равномерно распределяем. Флис тянется, поэтому его хорошо можно подтянуть. Если у вас немножко лишнее, ничего страшного, можно присобрать слегка. Ниточки нужно убрать, завязать, если где-то у вас остались. Подтягиваем кверху. Здесь у нас есть запас небольшой. Распределяем. Вот наш носочек, верхняя часть. Здесь у нас иголочка осталась. Немножко подворачиваем. Немножко подворачиваем. Накалываем. Точно так же задничек. Подворачиваем. И накалываем. Остальную часть распределяем. И лишнее все можно подвернуть. Обратно последний ряд обвязки у нас сверху выглядывает. Вот таким образом. Я вам сейчас покажу, как я подшиваю флис. Швейная ниточка в цвет флиса. Можно в одну, можно в две ниточки. Я захватываю вот столбик частично, чтобы снаружи не было видно. Теперь прокалываю флис. Если в одну ниточку, то я дважды это повторяю. На одном месте. Перехожу к следующему столбику. Обратно захватываю. Обратно захватываю уже с флисом. Перехожу к следующему. И вот так подшиваем подкладочку. С этой стороны аккуратно. И с этой стороны ниточки не видно. Наши белые. И так подшиваем верхнюю и нижнюю часть. Мы подшили флис вверху и внизу. Обратите внимание еще раз, что последний ряд обвязки низа у нас должен быть вот так выглядывать. Верхняя часть у нас готова. Для правого и левого у нас они одинаковые. Отличаются только подошвы. И теперь нам нужно соединить подошву и верхнюю часть. Для того, чтобы не перепутать, для себя вы всегда отмечаете правую и левую. Левый сапожек у нас готов, а правую мы будем сейчас соединять. Для этого носочек. Соединяем с носочком. И накалываем булавочкой для себя. Теперь идем на пяточку. Пяточку, серединочку соединяем с пяточкой в верхней части. И тоже накалываем. А теперь равномерно распределяем боковые стороны. И тоже для себя накалываем. С одной стороны и с другой точно так же. Вот таким образом. И теперь для того, чтобы соединить, мы не сшиваем, а будем обвязывать. Начинать можно с любого места. Ниточкой розового цвета я буду обвязывать столбиком без накида. Ввожу крючок в петелечку обвязки и произвольно внутрь на петли подошвы. Захватываю ниточку и поднимаю нашу ниточку. Вот она. И одна воздушная. Ввожу крючок в следующую петелечку и обвязываю подошву. Захватываю ниточку и провязываю столбик без накида. Идем дальше. В следующую петелечку захватываем подошву, вытягиваю ниточку и провязываю столбик без накида. Обратно в следующую петелечку подошву захватываем и провязываем вот таким образом и так идем круговую главное не забывать что у нас можно прихватить петелечки подошвы и так идем круговую мы заканчиваем обвязывать столбиком без накида соединяя подошву и верхнюю часть вводим крючок следующую петелечку верхней части и произвольно захватываем обвязку подошву провязываем столбик без накида обратно следующую петелечку и произвольно в обвязку подошва ну нет не захватили вернемся назад захватываем петелечку будем верхней части и захватываем произвольно ввязку подошва захватываем ниточку и провязываем столбик без накида еще раз и остался последний вводим крючок в петелечку верхней части и подошву заканчиваем вводим крючок петлю подъема и соединительный замыкаем ряд обвязки вот так у нас изнаночной стороны нужно проверить чтобы нигде у нас не пропустили не захватив подошву и теперь последний ряд мы обязываем врачим шагом воздушную петелечку подъема и идем врачим шагом вводим крючок в петелечку захватываем ниточку подымаем и провязываем столбик без накида и так в круговой мы обвязали врачим шагом низ нашего сапожка и подшили бусинки по центру каждого кругового элемента наш сапожек готов вот такие сапожки у нас получились творческих вам успехов врачим шагом низ нашего сапожка и подбивает и так и деснули врачим шагом подъёма и подбивает и настройка не произойдет Продолжение следует...